Всем привет! Сегодня суббота перед Пасхой, сейчас уже, правда, пол седьмого вечера я собираюсь печь пасхальный кулич. И дело в том, что нам только-только дали свет, у нас отключили свет сегодня где-то часов в одиннадцать утра и только-только вот его починили, сгорела вообще вся проводка в доме, там, в щитовой, что-то какая-то проблема, сгорела, в общем-то. Приезжала пожарная служба, все тушило, короче, это просто капец. Вот только пол седьмого вечера, и я вот только-только вот собираюсь делать опару и после этого печь кулич, в общем-то. Поэтому хочу вам показать свой способ, который мне мама, скажем так, передала. И если получится, потому что запекать я это буду в хлебопечке, если получится, я вам покажу финальный результат. Если будет плохо, вы, естественно, это видео даже не увидите. В общем-то, для начала, что мне нужно, это будет теплое молоко, еле-еле-еле тепленькое молочко, сахар, потом мука и вот это дрожжи. 25 грамм дрожжей, 200 миллилитров молока, пару ложечек сахара и муки, я не знаю, сколько пойдет, но так нужно будет до консистенции такой вот густой сметаны сделать. И опару нужно будет оставить где-то, наверное, на, ну, как мама сказала, максимум до 5 часов, но надо будет смотреть, как оно будет подходить. Из-за того, что сухие дрожжи вообще такое вот тесто плохо поднимают, ну, такое, как нужно на кулич, то я буду использовать вот эти. Ну, короче говоря, посмотрим, что у меня получится. У меня духовки нет, у меня есть только хлебопечка, поэтому посмотрим, как получится в хлебопечке мне испечь. И пока суть на дело, покажу вам еще, как я буду красить яйца в этом году. У меня вот здесь вот остались те, которые при варке не лопнули, я их буду красить по особому способу, потом покажу, как. И есть у меня пару яиц, которые вот лопнули, я не знаю, видно будет, не видно на камере. В общем-то, они лопнули в процессе варки, поэтому мне нужно с ними что-то придумать и как-то их, в общем-то, задекорировать, но, тем не менее, я не хочу их в краску опускать. Для двух я возьму вот такие вот штучки, но это довольно стандартная тема, я думаю, все знают. Ну, как бы вы засовываете в эту пленку яйцо и потом опускаете в кипящую воду, эта пленка как бы яйцо так вот обволакивает. И еще у меня есть такая штука, вот это как декупаж получается. Я взяла салфетки, ой, все они у меня разлетелись, вот салфетки, которые имеют какой-то интересный рисунок, в данном случае такие цветочки. Я содрала самый верхний слой именно с этим рисунком, вот этот самый верхний слой, и вырезала вот эти цветочки. Теперь что я буду делать? Беру яйцо, вот, по-моему, с ним больше ничего не надо делать, то есть, вот, я достаточно просто приложить вот это вот, мой рисуночек, и я опускаю кисточку в белок и осторожно это все приклеиваю. Вот, посмотрите, по-моему, довольно симпатично получилось. Следующий метод по краске немножко более сложный, но, тем не менее, яички получаются очень красивыми. Здесь у меня 4 оттенка краски для яиц, которые я уже предварительно сделала. Это у меня оранжевый, синий, желтый и красный. Еще здесь, конечно, не хватает зеленого, вот, у меня в пачке почему-то 2 красных, как оказалось, вместо зеленого. Вот, ну, тем не менее, в общем-то, как это все делается? Делается немножко более сложно, и нам для этого понадобится много туалетной бумаги или кухонных полотенец. В общем-то, да, давайте приступим, сейчас покажу, как это все делается. Семик, не скули, яйца ты все равно сейчас не получишь. У тебя вообще есть еда, вот. Есть или нет? Есть. Иди кушай, иди кушай. Делать это все нужно обязательно над поверхностью, которого вам не жалко, если вдруг там с ней что-то произойдет и останется какое-то пятно. И еще советую вам в супермаркете взять вот такие вот перчатки. В общем-то, что нам нужно сделать? Первое, что нам нужно сделать, это обвернуть яйцо довольно так плотно в бумагу или в бумажные полотенца. Не меньше, чем 3 слоя, как бы, сделать. И я потом еще вот так вот один лишний слой. Ну, в общем-то, довольно плотно должен получиться у вас слой. Вот так вот плотно вы все это вокруг яйца делаете. Держите яичко, берете цвет какой-то, например, синий. Чуть-чуть буквально вам нужно. И выливаете на салфетку. Дальше берете какой-то другой цвет, например, давайте возьмем красный. Здесь, наверное, нифига не видно. И вот так вот по границе пройдитесь им. Тоже так придавить надо. Теперь давайте возьмем какой-то, желтенький. Так, вот у нас уже и зелененький тут получился. Так, дальше что у нас? Давайте сюда еще чуть-чуть синенького. Так, и сюда оранжевенький. Так, и вот у вас должно получиться что-то вроде этого, как бы в туалетной бумажке вашей. После этого оставляйте яичко на 3 минутки для того, чтобы краска эта схватилась. Достаточно просто поставить его на тарелочку и приступайте к следующему яичку. И я вам покажу потом, что получается. Ну вот, в принципе, и все. Я их уже смазала маслом. Они у меня блестят. Вот, вот такие вот яички у меня получились. По-моему, очень прикольно. Вот, по-моему, вот это мое, вот, вот это мое самое любимое. Оно такое вообще, как галактика получилось, очень красивое. И сейчас, собственно, начинаю месить тесто. Вот моя форма хлебопечки. И что важно, в хлебопечку для того, чтобы все получилось, нужно строго все по очереди закладывать. Поэтому сейчас я вам покажу, как это делаю я, и потом покажу вам финальный результат. Дальше по рецепту у меня 150 грамм масла, которые нужно растопить. Сейчас я именно этим и займусь. Почему растопить? Потому что в хлебопечке трудно вообще хлебопечке самой замесить маслом. Ну, по крайней мере, моей так точно. Так, растопленное масло уже там. Теперь осталось мне сметану добавить. Я, кстати, все ингредиенты и количество ингредиентов, которые я использую, я напишу внизу. Сейчас мне надо будет две руки для того, чтобы вытащить туда сметану. Следующий этап – это просеиваем муку. Так, у меня приблизительно на пару ушел один стакан. Поэтому я где-то три, наверное, буду использовать. Но вы ориентируйтесь по тому, какой у вас размер хлебопечки. Теперь в разные стороны хлебопечки нужно добавить соль и сахар. Сахар у меня здесь, ну, наверное, грамм 100. 50 уже пошло на пару. Ну, я пару ложек кинула. Я так думаю, что это было 50. Сюда вот насыплю сахар. И, наверное, где-то ложечку соли нам понадобится. Ну, не ложечка, пол ложечки соли. Ну, где-то так, может, чуть-чуть меньше. Сэмик, ты не получишь те яйца. Можешь не скулить. Вот, где-то так в этот уголок кину. Так, это есть. Теперь у нас пойдут яйца. Для этого нужно сделать углубление такое вот в муке. И сюда у меня пойдет 2,5 яйца. Вот я взбила свои яйца. И они сейчас пойдут вот сюда, вот в это углубление. Ой, 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 чуть-чуть разлилось. Ну, ничего страшного. Не критично. Вот. После этого мне осталось добавить только изюм. Ой, все, поломалось. Одной рукой мне очень удобно готовить. Изюм, 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 изюм. По вкусу я люблю много. И также я люблю добавлять еще миндаль. И вот у меня здесь миндаль. Тоже так, на глаз. Миндаль нужно еще оставить для украшения сверху. Ну, вот столько, я думаю, хватит для того, чтобы украшать. Я буду выбирать здесь режим торт. Если у вас есть режим сдоба, то тогда это то, что вам нужно. У меня такого нет. Есть вот торт. И это прям зимно то, что мне нужно. Почти 3 часа будет готовиться мой кулич. И, в общем-то, поехали. Пока тесто очень-очень круто поднимается. Наверное, уже где-то раза в два выросло. С того момента, как я положила его в печку. Еще ему готовится, ну, грубо говоря, полтора часа. Доброе утро. Всех православных христиан поздравляю с Пасхой. А мы идем в церковь светить наше добро. Я в последнюю минуту решила испечь кулич и покрасить яйца. Сейчас покажу вам, что у меня получилось. Это мой кулич, который я сама испекла. И вот в этом году у нас будут вот такие вот яички красивые. Мне очень нравится. А вот и готовый результат вчерашнего рецепта, который я вам показывала. Сейчас вроде как к нам должны приехать родственники. Моя тетя с бабушкой, может быть, сестра приедет. И обязательно отведаем и тот, и второй. Ну что, к приходу гостей мы, в принципе, готовы. Я особо там сильно ничего не делала. Вот сейчас вот вам покажу, что у меня приготовлено для гостей. Это я сделала такой салатик. Кстати, очень-очень-очень вкусный. Всем рекомендую. Здесь очень много листвы, салат, айсберг, салат там еще какой-то, еще какой-то рукола. Ну, в общем-то, всю зеленушку, которую любите, сюда бросаете. Потом вот такой вот бекон поджариваете тоже на сковородке. И сюда тоже бросаете яички. Можно перепелиные, можно обычные. Все это заправляете по вкусу. Можно, начиная от чего-то очень такого, скажем так, здорового. Это оливковое масло. И заканчивая там майонезами. Всем абсолютно чем хотите. Подготовила тоже чайничек. То есть, вот здесь будет чаек позже. Ну, сделала такую небольшую нарезку мяско. Вот. Ну, в принципе, на стол уже тоже накрыла. Сэмик тоже сидит тут уже ждет, встречает гостей. Мы уже отобедали и приехали погулять на море. Многие из вас просили показать 16-ю станцию фонтана. Для тех, кто ностальгирует по Одессе, в общем-то, показываю. Наслаждайтесь. Снимаю видео специально для тех, кто думает, что в Одессе грязное море. Вот, посмотрите на эту воду. Просто кристальная чистота. Конечно, в таких очень людных местах, типа Аркадии, там 9-я фонтана, 10-я, она более грязная. Но вот есть и такие вот места. Всем привет! Вчера я забыла закончить влог, поэтому продолжаю его сегодняшним днем. У нас опять замечательная погода. Светит солнышко. Отличный просто день. У меня он начался с того, что я сделала себе маникюр. Это шелак Бэр Шемис. И на ногах я сделала себе вот такой вот темный цвет. Это какой-то гош. Не помню, какой цвет. Ну, в общем-то, кому интересно, напишите, я вам отвечу. И сейчас я готовлю пасту карбонара, которая, по-моему, собирается гореть, пока я снимаю этот влог. Ах, углеводы, мои злейшие враги. Но ничего не могу с собой поделать. Я слишком люблю еду, чтобы сидеть на диетах. Поэтому вот это будет моя диета. И еще я вам давненько не делала апдейты по спорту. Ну, давайте сейчас вам покажу, как у меня идут дела. Мне нужно было сделать тренировку 12-го. То есть это на Пасху, в воскресенье. Естественно, я ее не сделала, но у меня есть классная отговорка. На Пасху тренажерный зал не работал. Вот. Мне должно было быть 40 минут в ровном темпе. Но вместо этого я сделала прогулку. Значит, 1,83 километра прогулка. В принципе, неплохо, я считаю. То есть, ну, не самый худший вариант. Подытожим это все. Где тут был мой вес? Где-то здесь был мой вес. Вот. Вот мой график веса. Чему я просто ужасно рада. Потому что изначально я весила 61 килограмм. Потом я взвесилась. Там было 60 с чем-то. 65, по-моему. В итоге сейчас я вешу 59,6, по-моему. Вот сколько здесь записано. Да, 59,6 это последний мой вес, который я взвешивалась. И график меня, конечно, очень сильно порадовал. Потому что все идет вниз, как я и запланировала. Вот. И при этом, как я уже говорила, я вообще не придерживаюсь никаких диет. Я абсолютно никак себя не ограничивала ни в чем. Наоборот, ем все подряд. Всякие пиццы и пасты. И вот там, я не знаю, пасхальный кулич, шоколад. Ну, короче, я все ем абсолютно. Без каких-либо ограничений. И вот, вот, вот что это мне дает. Мы приехали на 13-ю станцию фонтана, чтобы погулять с Эмиком. Вот он уже побежал. Здесь, кстати, находится заведение. Вот оно, рыба называется. Ни одно из моих любимых заведений. Я его так особо не люблю. В основном из-за того, что я не ем рыбу. Мне не нравится рыба. Но чем оно для меня знаковое, так это то, что вот там вот есть такая терраса летняя. И вот на этой летней террасе я снимала видео, когда я объявляла Симклум. Вот именно то видео там, где я рассказывала о проекте Симклум, вот оно было именно там снято. Вот. И что самое смешное, мы туда пришли. Мы как бы никак не договаривались, что мы там будем снимать. Вот. Попросили просто официантов сделать музыку потише. Естественно, достали там все оборудование, все там начали это снимать. И официанты все на меня смотрели, косились, думали, кто я такая вообще. Может, я какой-то там особый репортер или кто-то там, кто будет оценивать их ресторан. В общем-то, они очень сильно так нервничали, им было интересно. Вот, кстати, эта терраса. Здесь ее немножко лучше видно. Вот. Вот именно там вот я сидела. И там такой красивенный просто вид на море. Вот. И сейчас мы, собственно, пойдем гулять с Эмиком. Опять сегодня решили приехать с Эмиком. Но так не пройдешь. Ты не пройдешь. И вот здесь вот прям с этой террасы вот такой вот вид открывается. Очень-очень классный. И я вот это называю лестницей такой, как фитнес-лестница. Потому что здесь очень много ступенек. И летом, когда идешь на пляж, спуститься еще довольно просто. Вот подняться вот по этой лестнице очень так сложновато. Поэтому, если хотите немножко пройтись, то вот это отличный способ. И вот видите, какая она длиннющая. Кто тут? Кто тут? Кто тут? Кто тут? Наступила на бутылку адской лестницы. И надо будет подняться наверх. Сэмик уже еле плетется. Не хочет идти. Он устал, набегался. Занимается там лестница. Вот. Увидел, что лестница. И все. Говорит, я не пойду. Буду, наверное, заканчивать на этом влог. Спасибо, что провели эти пару дней со мной. Расскажите, как у вас прошла Пасха. Что, может, вы ели? Что вы готовили? Чем занимались? Мне будет очень интересно узнать. Пишите комментарии. Ставьте лайки, если вам нравятся мои влоги. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока.